Часто вижу во сне усопших родных, которые страдают и мучаются. Можем ли мы чем-то им помочь? Очень часто этот вопрос возникает у женщин. Женщины у нас очень чувственные. Они любят в своем воображении делать какие-то картинки, за всех переживать. Переживают не только за живых, за детей, за мужа, но и переживают за своих родных, которые усопшие. Но я редко встречаю такой вопрос, подобный у мужчин, потому что они как-то более рациональны, логично понимают этот вопрос. И таких вопросов не возникает у женщин очень часто. Мы должны молиться за своих усопших. Они действительно нуждаются в нашей молитве. Если любой человек, родственник, друг молится за усопшего человека, и вот эти церковные молитвы, вот эти церковные записки, которые подаются в храме, они имеют основное значение. Потому что когда священник во время праскомидии за каждое имя вынимает частичку, и потом в конце литургии, когда весь храм молится, он заходит в алтарь, берет дискос, на котором лежат эти частички на престоле, опускает в чашу с кровью Христа и читает молитву. А мой, Господи, грехи сегодня поминавшиеся, кровью той честной, молитвами святых твоих. И вот священник и просит Господа омыть грехи тех, за которых мы сегодня молились всей церковью. Не только священник, но именно вся церковь. Потому что кто-то пришел с мыслью о помощи этому человеку, писал записку. Эта записка Пономарем принесла во время праскомидии на жертвенник. За это священник поминал имя, молился за этого человека. И перенесли этот дискос на престол, и вся церковь молилась во время иктинии, где мы тоже поминали имя усопших, нуждающихся в нашей молитве. И вот финал всего этого это то, что священник уже опускает эти все частички с именами, не куда-нибудь, а в кровь Христа. И просит Господа омыть грехи. И вот человек, находящийся уже в потустороннем мире, а мы действительно иногда не знаем, в какое место он попал, то за молитву, за церковную молитву, за усердие родных и близких ему становится там легче. Но вот все эти явления родственников, когда действительно люди говорят, вот мне там явился, там что-то сказал, сходи на кладбище, там свечку поставь, то, знаете, это уклонение внимания и не всегда правильные действия. Оградку вы покрасите, дорогой памятник поставите, или там будете приносить ему какое-то явство на могилку, для души этого человека не принесет пользы. Это принесет лично вам, потому что вы будете приходить на красивую могилку с красивым памятником, воздыхать об этом человеку, вспоминать его там заслуги былые, но душе эти заслуги уже не нужны, душе нужны добрые дела, которые он, допустим, во время земной жизни не успел сделать. Потому что у человека как есть добродетели добрые дела, которые дают возможность войти в Царство Небесное, так и нераскаянные грехи. И вот эти нераскаянные грехи, церковной молитвой, вот этими записками, вот этими частичками, опускаемые в чашу кровь Христа, омываются и дополняются его добрые дела, которые мы своей церковной молитвой можем человеку помочь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok